У нас свадьба будет летом. Я, графический дизайнер, создаю сама приглашение, карточки, рассадки, остальную полиграфию для свадьбы. Надеюсь, на этом у нас получится немного сэкономить. Здорово, да, когда есть какие-то способности, есть какие-то знания. Это всегда очень здорово, безусловно. Как и здорово, когда вторая половинка работает где-то в типографии, например. Здорово, когда вы что-то можете сделать самостоятельно. Но в очередной раз повторюсь, если вы еще пока не начали, не встречались с декоратором, еще пока не общались с декоратором, а уже начали самостоятельно делать пригласительные, то я вам очень рекомендую встретиться с декоратором первоначально, пообщаться, чтобы все-таки у вас сложилась картинка, чтобы все-таки это была общая какая-то история, чтобы не было в пустой потраченной силы прежде всего. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Не получилось так, что декоратор вам разработает какую-то невероятно интересную историю, картинку, да, или там декоратор вместе с организатором вкупе сделает какую-то картинку, на которой, в общем-то, вы даже и не ожидали, что вам, в принципе, такое может понравиться, и вы, в принципе, даже не мыслили в эту сторону. Может быть, вы думали о том, что, ну вот я сделаю, вот я не знаю, цвет какой-нибудь внедрю и все, а вам предложат что-то такое, что, может быть, вы даже и не ожидали. И получается, что эти пригласительные просто могут не подходить уже под концепцию, и придется делать двойную работу. Чтобы этого не делать, лучше, конечно, сначала встретиться с декоратором, с организатором, пообщаться, составить какую-то общую концепцию, общую какую-то картинку, После этого уже приступать к реализации, в предварительности согласовываясь с декоратором, чтобы все было в едином стиле, в единой концепции.